Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! И сегодня у нас очередная кухня инфодайвинга, и мы расскажем новости, которые произошли за последнюю неделю. А последнюю неделю мы провели в Грузии. Мы были в этой прекрасной стране, специально ездили туда, чтобы... В Батуми конкретно. В Батуми, да, чтобы проделать ту работу, которую мы реально не могли проделать в Минске. Что это за работа? Начнем с основной части. Эта часть называется консультации. Так как была написана книга по чату мам, это первая книга, всего, предполагается, уже написано таких три, будет, наверное, четвертая. Это непосредственная работа мам, непосредственные озарения, осознания, всё, как происходили изменения в их детях, какие изменения они наблюдали, как всё двигалось, как всё развивалось. И вот там принимала участие в написании этой книги, она конкретная, это писали сами мамы. И, соответственно, в подарок тем мамам, которые тогда работали наиболее активно, мы имеем в виду первую книгу, мы сделали десяти мамам консультаций. И есть ещё мамы, которые просто получат книгу в подарок, и эти мамы получат консультациям книгу в подарок. Консультации мы делали тем детям, которым ещё нужны были консультации, но у нас есть дети, это радует, которым больше консультации наши не понадобились, поэтому туда придёт просто книга. И мы знаем, что эти дети просто вышли в здоровую жизнь. И мы желаем им счастливого пути. То есть вот эти консультации мы могли делать там, потому что объём работ, сами понимаете, упал большой, потому что кроме детей у нас были ещё и консультации, которые идут по заявкам. Поэтому мы очень плотно каждый день трудились, и каждый день мы брали новых детей, и новых, которые по заявкам приходили, и наших детей, которых надо было отработать в подарок. И мы обнаружили интересную такую закономерность. Много деток мы проводили вот уже в здоровую жизнь. То есть реально из десяти консультаций, сколько у нас, наверное, семеро шли в здоровую жизнь. Труп, да. Два ребёнка у нас шли крайне сложными. Крайне сложными. И выход мы ещё сами не видим. И один ребёнок, то есть там ещё нуждается в работе, ещё со временем нужна будет консультация. Но в принципе там идёт хорошая динамика, хорошая работа, потому что мамы всё-таки двигаются. Кстати, вот даже из десяти детей, с одной мамой у меня был даже небольшой шок, потому что я не ожидала, что всё настолько будет нехорошо. Потому что была подключена, скорее всего, официальная медицина была подключена с её воздействиями и с её экспериментами. То есть ребёнок стал подопытным. Ну ладно, каждый выбирает свой жизненный путь. Мы делали то, что мы могли, искренне, от души. Мы действительно старались, заботились, чтобы дети ушли абсолютно в здоровую жизнь. И если брать, грубо говоря, 12 человек, кого мы смотрели, с кем мы пробовали работать, два их мы не стали делать, потому что мы сразу отправили. Там не двоих, а троих. Там трое деток в одной семье, двое детей. А вот мы сразу отправили их в здоровую жизнь. Там уже всё хорошо, наше не надо. Ну и вот 10 консультаций мы сделали непосредственно в Грузии. И плюс мы работали с другими детками, с другими историями, с другими ситуациями. И так как вы понимаете, какая это была психическая нагрузка, это достаточно серьёзная нагрузка, когда вот из 7 дней, которые мы были в Грузии, день на прилёт, день на вылет, а всё остальное вот такая плотная-плотная-плотная работа. Консультационная. И плюс мы писали книгу «Парадоксальное восприятие». Мы писали науку. Впервые досталось науке. Этот раздел ещё будет завершаться. Книга практически написана. Практически потому, что вот этого завершающего концовки, такой, который приводит к концу книги, мы её ещё не нащупали, не нашли. Мы думали, что мы найдём там, но мы там нашли науку. Науку мы разложили, показали с разных углов восприятие, где плюсы, где минусы, и как можно эти плюсы, имеющиеся, использовать для того, чтобы создать новую медицину, чтобы двигаться вперёд в развитии. То есть вот эти вещи мы описали, показали, как мы их видим, да, если соединить целостное восприятие, из целостного восприятия смотреть на науку. Потому что, например, та же самая медицина, которая есть сейчас, уже становится очевидна. Она своими медикаментами и своими электрическими влияниями, электронными влияниями, там, электромагнитными влияниями и так далее, зачастую работает против психики. То есть психика создаёт болезнь для того, чтобы человек изменился. Человек не хочет меняться, он приходит к врачу и говорит, вылечите меня. Врач говорит, хорошо, на тебе таблетку, на тебе там магнитные какие-то процедуры, на тебе там микрополяризацию мозга, ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. Человек идёт, делает, а психике это не нравится, её проблема не решается, человек не меняется. Наоборот, он как обвинял, так и обвиняет. Он как выносил ответственность, так и выносит. А потом у него врачи становятся виноваты, что его не вылечили, не спасли. А потом ещё, ещё, ещё. То есть он как жук-навозник зарывается в свою злость, в свою обиду, в свою вину и так далее. Он зарывается в вынос ответственности на самом деле. И таким образом психика не решает проблемы. И получается, существующая ныне медицина не решает проблемы человека. Она идёт наперекор развитию сознания человека. А надо, чтобы она помогала. А если развернуть медицину в другую сторону, то надо тогда соединить работу с психикой с работой с врачом. И это на каждом уровне. И тогда таблетка, с одной стороны, будет помогать, но таблетка, назначенная без непосредственного осознания и работы с психикой, с возвращением ответственности, с приведением человека в чувство благодарности и так далее, она не будет иметь результата. То есть это надо перестраивать всю медицину. И замечу, наверное, перестроить имеющуюся у нас бесплатную медицину даже где-то проще, чем перестроить страховую медицину, которая ещё подкреплена финансовыми вложениями и распиливанием денег, выгодами. То есть там ещё и финансовые выгоды идут. Поэтому, вы знаете, тут очень много вопросов возникает, над которыми учёным, мужам ещё придётся думать и думать. Да, медицина, она больше стала своей основе бездумной. На самом деле это так. Роботизированный. И даже в поддержку нашим словам вы можете заметить, как развивалась история того же самого ковида, заболеваний в нашей стране, в Беларуси, например, в России, на Западе, в Америке. И посмотрите, где больше всего умирало людей от ковида? Просто пачками. Как хоронили в Италии, как хоронили в латиноамериканских странах, в Индии. Ведь там же смертность была примерно одинаковой, в Америке в том же самой. А знаете почему? Потому что один раз на автомате назначенный препарат, который не помогал и не восстанавливал. Ошибка на ошибке и пошло. Не было мозга, который работал. Потому что на самом деле не привыкли думать там. Не привыкли думать. Вот именно не привыкли. Атрофировано это чувство. Есть указание вот так, так оно и делается. И всё, дальше думать не надо. Но это моё личное мнение. И на самом деле то, что произошло в Беларуси, как Беларусь прошла все эти периоды заболеваний. Вы знаете, мы вот в Грузии слышали отзывы людей, причём обладающих медицинским образованием, которые в курсе всей кухни, которая происходила, они сразу сказали, на постсоветском пространстве в Беларуси самые лучшие врачи, самая лучшая медицина, самое лучшее образование и так далее. Мы много очень хорошего слышали о нашей стране. Потому что действительно здесь были приняты грамотные решения в период пандемии. И мы тогда ещё говорили, что время рассудит. И вот сегодня время уже показывает, что здесь было правильное решение, правильные подходы, грамотные подходы. Грамотно написаны диагнозы, грамотно подобраны выходы и так далее. А это говорит о том, что здесь ещё у людей не спится до конца сознание. Здесь ещё не совсем роботы-автоматы. И так как это не совсем автоматизированная была процедура, а всё-таки уровень образования в стране достаточно высокий. Соответственно, это всё было на высоте. И, наверное, очень хорошо именно на этой земле соединить инфодай и инкомедицину. Для того, чтобы делать следующий шаг, опираясь на то, что уже имеешь, на хорошую образованность, хорошие медпрепараты, хорошее оборудование, и это всё совместить с тем, чтобы не идти в разрез с психикой, а идти вместе в такт, в ногу, чтобы человек двигался и осознавал перед тем, как он будет есть таблетки, перед тем, как он будет проходить дополнительные процедуры и так далее. Это всё должно быть соединено и идти в гармонии вместе, не порознь. Вот эти все вещи мы описывали в книге «Парадоксальное восприятие», когда мы заходили в науку. Там, конечно, не всё так красиво описано. Там есть очень жёсткие подходы, совсем жёсткие подходы. И, наверное, не всем будет приятно слышать и читать то, что там написано. Не без этого. Но факт остаётся фактом. Мы этот раздел написали, потому что вот у нас есть уже, где мы по религии так проходили. Сейчас мы прошли немножко... Потому что наша цель – искренность. Искренне показать, где... Искренне. ...где человек заврался, и от этого у него развиваются заболевания. Где идут искажения в психике, которые порождают следующие искажения, следующие, следующие, и всё это накатом приводит к деградации. И потому что мы понимаем, что если ещё и мы будем скрывать и выкручиваться, то мы ещё больше закопаемся во лжи в своей собственной. Поэтому наша цель – это искренность. И поэтому где-то, да, больно. Ну, это всё описано, это всё интересно. И вот этот кусок работы тоже был сделан. Ему, конечно, этому куску работы очень помогали. В совместное времяпрепровождение мы были вот все эти дни по 24 часа с Ириной вместе. То есть всё это время мы могли где-то подгружаться, где-то рассматривать, где-то углубляться, где-то двигаться, где-то обсуждать и так далее. То есть 24 часа вместе, очень много прогулок, когда ты ходишь, и в процессе, когда ты двигаешься, у тебя случается озарение за озарением. Поэтому вот этот режим нам, конечно, очень помогал. И при этом мы смогли посмотреть какие-то красивые места в Батуми. Туда приезжали тепло. Мы уезжали из тепла. Там было холодно. Мы прилетели в мороз, снег и дождь. А когда вот уже проснулись утром, мы увидели, что возвращается солнце, как и в Минске мы из солнца вылетели. И дальше все дни было тепло. И потом пришла экстремальная температура, 27 градусов. Это последние два дня нашего там пребывания. То есть что неестественно вообще для Батуми в этот период времени. И мы гуляли даже в горах, когда были. Гуляешь по снегу, водопад идет, родниковая эта вода, как ледники. А тебе жарко. Ты в майке с коротким роковом, тебе жарко. Фотографии все мы выставляли в Инстаграме. Там же и национальная музыка, национальные песни, национальные костюмы. В общем, то, что нам удалось увидеть, мы делились в Инстаграме с национальными особенностями Грузии. Нам очень понравились многие моменты в этой стране. Удивительная страна, удивительный менталитет. Нам очень понравилась забота людей в тех же самых в отеле, в ресторане, везде семейные бизнесы. Видно, что работают просто семьи. Люди теплые. Дети и так далее. Да, заботливые. Женщины очень грузинские впечатлили. Такие они умнички. Очень теплые. Я даже смеялась, говорила, что если бы я была мужчиной, то я бы обязательно жнилась на грузинке. Потому что у тебя дома всегда будет тепло. У тебя всегда будет вкусно. Ты всегда будешь находиться в заботе, в тепле. То есть вот сердечность такая, она проявляется, и она искренняя. Ну и, конечно, очень красивый у них семейный бизнес. Вот у них он развит. И этот семейный бизнес, он настолько впечатляет именно своей гармонии. Какой-то гармонии, когда каждый занимается своим делом, и при этом это дело одно, общее. И при этом очень трудолюбивые люди. То есть работают и мужчины, и женщины, и дети, и дети детей. То есть вот оно все на одной волне, и это все в каком-то любви, азарте. И мы когда спросили, а что же так стимулирует вот этот семейный бизнес? Вы знаете, там система налогообложения интересная. Там, оказывается, есть упрощенная система налогообложения. Примерно обороты и лимиты предполагает, как и у нас. Когда-то предполагала, пока ее не разрушили у нас. Так вот, там под 1% люди работают, поэтому у них нет смысла уклоняться от налогов. Более того, если они превысили оборот свой, у них не страшное наказание в виде штрафов и НДС сверху. У них просто ты платишь уже 3%. Говорят, ну на 2% больше заклатишь заработанных денег. То есть люди стремятся в то, чтобы бизнес развивался, чтобы они больше зарабатывали, чтобы они были более обеспечены. Чтобы страна могла подняться. Чтобы страна могла подняться. И это рассказывали сами грузины. Кстати, о грузинах. Очень много легенд ходит, что все грузины такие горячие. Прямо направо, налево изменяют своим женам. Мы общались с грузинами. Более того, с одним интересным грузином он нас отвез в свое родное село и выше туда, в горы. Много о чем рассказывал. Много рассказывал про грузию. Провел великолепную экскурсию. Весь день мы были на этой экскурсии. Там и национальный ресторан вы можете видеть. Там вся красивая Грузия горная. Это была экскурсия, которую вел этот грузин. И он рассказал про семейственность в Грузии. Семья – это очень важный момент. Про ценности семейные. Про отношения и так далее. Про воспитание детей. Да, то есть в Грузии очень важны семейные ценности. И очень многие представления людей, которые даже у нас были, когда мы туда ехали, они просто рассыпаются. Это великолепная страна с великолепными семейными ценностями, с великолепными людьми, с необычайно трудолюбивыми людьми. И поэтому был такой тонкий момент, когда мы улетали. Мы увидели несколько моментов. Даже последний кадр, когда мы грузили интернет в аэропорт, и вдруг вылетает грузинский флаг. И поверх он заштрихован украинским флагом. То есть поверх размазан украинский флаг. И вот этот момент такой впечатлил. Потому что мы помним, как грузины, когда мы разговаривали, говорили грузинки, когда общались в личной беседе, когда они сказали, что мы создали все условия приезжим. Работайте. Мы же работаем. У них даже обида внутри не была. Мы работаем. Мы очень много трудимся. А почему вы приехали, и вы не трудитесь? Почему вы ждете, что мы будем вас содержать? То есть это говорили люди, это говорили от сердца. Поэтому мне очень хочется сказать и тем украинцам, которые смотрят нас, и с детьми, которыми мы работаем. Мы действительно любим Украину. Мы действительно любим Грузию. Мы действительно любим Беларусь. Мы не разделяем людей по национальностям. Но мы за то, чтобы мы все были людьми. И если так случилось, что пришлось уехать, покинуть свою страну. И вас приняла страна. Работайте. Не надо садиться на шею к тем людям, к которым вы приехали, которые сейчас к вам открыты и добросердечны, и заботятся о вас. Посмотрите, как они трудятся. Трудитесь и вы. Вам дадут возможность работать. Вам дадут возможность открыть бизнес, зарабатывать и так далее. Просто не надо садиться на шею, чтобы и этим людям не было больно. Что они вместо того, чтобы содержать своих детей, своих внуков, они содержат вас. А не всегда идет порядочное отношение. Далеко не всегда. Мы просто очень много рассказов слышали. Не хочется это повторять. И мы видели, как больно было грузинам за это. Поэтому, ребят, давайте хотя бы те, кто занимается инфодайингом. Мы будем людьми всегда и везде, в любой стране. И вообще, если мы хотим вообще, чтобы было у нас, вообще в мире все хорошо, то давайте будем все людьми. Просто людьми. Просто будем думать о том, что всякое в жизни у каждого может случиться. И надо всегда оставаться человеками. Надо в каждый момент оставаться... Теплыми, настоящими. Теплыми, настоящими. Такими, как вы. Благодарными. Да, на самом деле. Благодарным за то, что ты будешь. А на самом деле это благодарность самому себе. Ведь она всегда вернется к тебе. Да, да, да. Вот давайте просто посмотрим, что возвращается каждому из нас. Это и есть мы на самом деле. Это и есть мы те настоящие. Когда мы видим, что к нам приходит, мы видим, какие мы. Да. Вот поэтому вот это путешествие было удивительным. Оно развеяло много наших представлений. Оно позволило нам дописать большой кусок книги, который мы не могли написать здесь, потому что нам не хватало наблюдения именно за коллективным, за теми процессами, которые идут. Нельзя написать... Вот если ты находишься в банке, ты не можешь описать банку снаружи, если ты находишься внутри. Тебе надо выйти и на нее посмотреть снаружи. И менять восприятие, сидя в банке, очень тяжело. Иногда надо выехать и посмотреть со стороны и увидеть это все другими глазами для того, чтобы сделать другие выводы, для того, чтобы изменить восприятие. И коль в инфодайинге основа – это управление восприятием, то иногда приходится выезжать для того, чтобы совершить какие-то действия. И опять-таки сделать те же подарки родителям, потому что мы работали там тоже в определенных восприятиях, в определенных состояниях сознания для того, чтобы увеличить эффективность нашей работы. Кстати, обратная связь пришла практически молниеносно от мам, когда они увидели, как это все быстро срабатывает. Вот по тем детям, где уже были толчки, где уже были положительные изменения. И сейчас это следующий этап. Кроме того, мы смогли за эту неделю написать наше новое расписание. Расписание до середины августа. Оно в ближайшее время появится на сайте subrition.com. Там появится новый образовательный формат, там появятся новые курсы и тренинги, которые предполагают именно восприятие. Там будет сложный момент такой. Эти курсы будут идти с восприятия, когда ты смотришь с более широкого сознания на психику и на те процессы, которые происходят в ней. И, соответственно, психотехническая база, которую ты используешь, она не так будет, которую ты смотришь, когда ты смотришь из банки наружу, и ты понимаешь, что психика, она огромная, весь мир – это она. И результативность, соответственно, она будет присоединение вот этих двух психотехнических баз, то есть их нельзя оторвать. Поэтому вот это два разных восприятия, из узкого восприятия, из широкого восприятия. И вот этим вещам мы тоже будем учить, показывать, потому что есть моменты, которые можно взять с одного восприятия, есть моменты, которые со второго. Если вы просто академически умом возьмёте это, как вот это устроено так, это устроено так, и я делаю так, то ум ничего не делает. Здесь работает сознание, и поэтому здесь очень важны осознание, озарение, и именно вот эти потоковые состояния, и именно через потоковые состояния ведётся работа. Вот этому всему мы будем учить, и ближайшие полгода будут посвящены этому. Вы увидите расписание, вы увидите те курсы, которые желательны для того, чтобы брать, например, какую-то тему. Эта тема давалась с узкого восприятия. Значит, возьмёте с другого восприятия, потому что в узком восприятии у вас ещё будет хотеться всё это видеть, всё это идёт с какими-то экстрасенсорными представлениями и так далее. С широкого восприятия остаётся только чувство и знание. То есть там совсем другие подходы, и остаётся парадоксальное восприятие. А парадоксальное восприятие, опять-таки, надо натренировать, наработать. Это сложное восприятие. Кстати, когда говоришь о восприятиях, зачастую для человека это вообще непонятно, о чём мы говорим. И вы знаете, мы понимаем вас, и мы понимаем, как сложно зачастую воспринимается то, что мы говорим, особенно когда парадоксы начинают идти. И на курсах, когда идут парадоксы, как иногда заворачивается мозг, да, и кипит, когда кажется, что просто ума не хватает, чтобы это всё взять, чтобы ресурсов мозга не хватает. Поэтому всё-таки первоочередными для всех будут наши книги. Они написаны постепенно, шаг за шагом, как проходили мы. Там есть моменты, где можно зависнуть, подумать, осознать. И это даёт определённое расширение, это даёт настраивание новых нейронных связей мозга. И замечу, вот мы даже заметили такую штуку, даже просто прочтение книг родителями уже меняет их детей, потому что меняется сознание родителей, уже идёт движение. Потому что идёт развитие сознания, развитие мозга идёт напрямую. Это связанные вещи, просто это всё шло в едином потоке, из глубины, это всё проделано, вы видели за короткий промежуток времени. И это не связано с какими-то бредовыми моментами, это всё связано с практической работой. И всё привязано к практическим результатам. Поэтому, когда на Ютубе иногда пишут люди, кто попал случайно на канал и не знает, начинают писать, а вы там покажите свой результат. Вот зайди, посмотри фильмы, посмотри работу, посмотри, посмотри. На самом деле это тоже пишут люди автоматы. Потому что они по себе тоже судят. Что говорят, говорят, но нет каких-то там результатов. И поэтому они бездумны. Они выходят на канал и пишут. Ты посмотри, ты поинтересуйся, будь человеком. Сначала поинтересуйся, куда ты пришёл. Не будь роботом-автоматом. Не штампуй вот эти вот заготовки. Итак, вот эта неделя у нас прошла чудесно. Подготовлены курсы, подготовлены программы. Всё подготовлено. А сегодня у нас будет чудесный вечер. У нас сегодня опять в 18 часов будет стрим, вопросы и ответы. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы любые. Можно и про Грузию тоже. С удовольствием поделимся впечатлениями. Расскажем о том, где были, что видели. Кстати, уже под это дело, под впечатления сразу. Я хочу вспомнить Дендропарк. Мы были под Батуми в Дендропарке. Это такое удивительное место. Красивое. Его за свой счёт полностью собрал все деревья, включая сэквои. Они привезены столетними, там огромными, с корневищами. Всё это посажено было. Транспортировки, всё это описано. Это очень дорогостоящий проект. И это удивительное место. Там собраны деревья вековые с разных регионов, с разных стран. В Калифорнию за сэквои уже ехать не обязательно. Можно её посмотреть в Грузии. И там очень приятно играть и гулять с детьми. Там всё очень красиво организовано. Всё это бесплатно. И вы знаете, насколько я потом почитала, такой Дендропарк не один в Грузии. Его организовал бывший премьер Грузии Иванишвили, за что ему очень большое спасибо. И когда местные говорят, рассказывают о нём, они говорят, ну вот он вложил деньги, он миллиард доллар, он вложил в это. И задаешь вопрос, а вот почему грузинский миллиардер вложил деньги в Грузии, а вот там российские миллиардеры, вот, например, того же самого Дерипаску, я знаю только по скандалу там с Настей Рыбкой. Так бы я и не знала, что такой миллиардер существует. Или там Абрамович я знаю по его яхтам и очередным скандалам сексуального плана и так далее. То есть, ребята, а где ваши вложения в Россию? Где ваши вложения вот здесь? То есть, возможно, мы чего-то не знаем, мы просто не были там в Норильске или ещё где-то. Может, и там побудем, может, и там есть вложения, может, мы не правы. Но вот... Ну, пока так. Пока так. Но грузины сказали, Иванишвили вложил, потому что у него родилось два сына Альбиноса. И он хотел просто поставить след и хотел, чтобы его дети были в здоровой среде, и не только его дети дышали свежим воздухом. То есть... Парк открыт. Парк доступен, он бесплатен. Он бесплатен. Они вожают просто гулять там. И я тогда задумалась, так неужели для того, чтобы люди с миллиардными состояниями делали добрые дела, надо, чтобы у них были генетические поломки? Вот это такой вопрос... На заметочку. На заметочку, да? На подумать, да. Тем, кто вот выводил деньги и там развлекался с яхтами, проститутками там и так далее. Зачем? Какая слава о вас? И зачем вам генетические поломки у ваших наследников для того, чтобы остановиться и сказать, стоп, а что я сделал? Какой след о себе оставил? Что будут помнить обо мне? Настю Рыбку обо мне вспомнят? Это вот такие моменты, которые тоже в Грузии потрясли. Потому что получается... Кстати, в Мексике тоже когда-то это потрясло, когда местные наркодилеры, местные авторитеты криминальные вкладывают деньги в экстрим-парки, в привлечение туристов, в инфраструктуру именно в своей стране для того, чтобы его страна была здоровой, богатой. Не выводят деньги за границу, а вот именно здесь все это процветает. И вот мы в Грузии это увидели и, в принципе, приятно было это. Итак, сегодня в 6 часов у нас будет 18 часов стрим. Мы ответим на ваши вопросы. А в 20 часов у нас будет лекция. Лекция называется «Мир мёртвых». «Мир мёртвых» у нас необычная лекция. Мы постараемся показать элементы расширения сознания, выхода за психику, возможности выхода за психику через осознание. Немножко геометрии подкинем. Но это лекция, это такой формат не столько вас окунуть в эти состояния, потому что это формат ознакомительный. Мы не будем там делать погружений, показывать вам из состояния, из глубоких загрузок, да, потому что эти все вещи берутся только в глубоких состояниях, в глубоких состояниях погружения в себя, в свой внутренний мир. Только через свой внутренний мир можно выйти в мир мёртвых, если брать это через состояние. По-другому не получится. Через внешний мир вы в мир мёртвых выйти не можете. Но именно там хранится та информация, которая влияет на наши сны. Наши сны непосредственно влияют на то, как мы… То есть это продукт нашего подсознания. Они влияют на то, что мы потом видим днём и что мы проживаем днём. То есть эти вещи взаимосвязаны. И поэтому, если вы хотите понять, почему вы видите именно такой сюжет днём, имеет смысл зайти и посмотреть, так что же вы подгрузили ночью. А если вы пойдёте и посмотрите, да как же вы подгружаете это ночью, вы обязательно попадёте в мир мёртвых, потому что информация качается оттуда. И это сложная система переотражений. Вот какие-то элементы сегодня на теоретическом уровне мы расскажем. Мы расскажем, как это работает. Мы расскажем, как течёт время. То есть, по сути дела, мы сегодня познакомим вас с тем, что наука называет антимир. И чем мир отличается от антимира? Принципиальная разница, за счёт чего существует игра. Потому что игра была бы, если бы она была абсолютно симметрична и зеркальна, она бы не была бы игрой. Она бы свернулась, она бы схлопнулась. Значит, где-то есть асимметрия. Сегодня мы эту асимметрию попробуем найти через геометрию. Это всё будет на лекции «Мир мёртвых». Она продлится час с 8 до 9 вечера. Мы ответим на ваши вопросы. Развеем какие-то сомнения и заблуждения, которые существуют в экстрасенсорике на эту тему и в представлениях. Потому что зачастую человек с очень большим количеством тараканов на эту тему приходит и страхов. И если даже просто столкнулся, вот когда мы курс проводили, где мы давали техническую базу, связанную с этим восприятием, потом у человека много страхов и очень сильно раздувается эго, очень много проблем возникает. Поэтому вот эти все вещи мы сегодня проговорим, расскажем. Если вам интересно, подключайтесь. Она будет, эта лекция в 20 часов. И не просто так она сегодня будет, потому что завтра у нас начнётся курс, который называется «Ценность себя». По сути дела, это последний курс из экскурсов в психику. Это завершающая точка или начинающая игру точка. Именно с этой точки начинается игра в жизнь. Именно с этой точки Абсолют выделяет сознание для игры. И именно здесь есть некоторые программы, которые красной нитью проходят через все жизни человека. И вот с этими программами, с этими настройками мы и будем работать на курсе. Это старт жизни. И вот, по сути дела, этим завершается цикл из глубины, этим курсом. Дальше курсы из глубины будут, но они будут брать какие-то аспекты чуть позже, потому что всё равно свои зеркала очистить надо. Всё равно ты проживаешь там какой-то промежуток времени, всё равно ты общаешься. Всё равно надо чистить себя же. А это значит либо работа с людьми, либо вот эти глубинные курсы. Нам проще глубинные курсы. Это работа с нами, это работа с вами. И это даёт очень хорошие результаты на выходе. И по здоровью, и по отношениям, по жизни, потому как меняется жизнь. Поэтому потом у нас начнётся после этого курса цикл курсов, которые связаны с потоковыми состояниями, с надсознанием, подсознанием, за зеркальем и так далее, с определённой систематизацией, с управлением восприятиями. Ну, по сути дела, если вам интересен этот путь, и если вам интересно ваше устройство. И самое главное, не просто ваше устройство, а то, как создаётся реальность. Ключ – это создание реальности. То есть это не просто я там умом нарисовал чего-то или глаза закрыл, представил, и это проявится. А если не проявилось, то куча объяснялок, почему не проявилось. Кстати, в последнее время на эту тему Google мне начал, наверное, потому что мы обсуждаем, вот рядом с телефоном разговариваем, и потом Google начинает подкидывать материалы на тему из эзотерики, из разных тренера, какие тренинги ведут на эту тему, почему всё проявляется не так, как мы хотим. И ты смотришь на это, и видишь, какую чушь люди несут. Так вот, ребят, вот это всё можно прожить на своём опыте, потому что, когда вы находитесь вот в этих глубинных состояниях погружения в себя, в озарениях, там есть вещи, которые очевидны. То есть состояние знания – это состояние очевидности. В принципе, с этого начиналась наука. Ведь с чего начиналась наука? Религия бы не дала науке существовать в своё время. Но учёные им уже сказали, вот давайте мы наукой назовём, вот мы констатируем, что это чёрное, и мы доказываем, что это чёрное. А вот здесь мы констатируем, что вот так вот треугольник будет раскладываться в теорему Пифагора. А здесь вот будет вот это, и мы докажем, что это так. То есть те вещи, которые очевидны, люди доказывали, что это так. И дальше то, что уже доказано, к нему привязывали следующее доказанное. Следующее. Таким образом выстраивалась платформа материи, когда материя первична. Так вот, когда мы входим вот в эти состояния, оказывается, что там есть такие вещи очевидны. Когда ты смотришь, и ты видишь, мы живём не так, а в психике очевидно вот так. А мы живём где нейтрально противоположны. Парадокс. Вот этот вот парадокс, он становится очевидным. И ты видишь очевидность, когда есть чёрное, есть белое, но при этом ты видишь цветной мир. И это очевидно. Поэтому мы вот эти вещи через очевидное, а это знания, это прямые знания, мы предлагаем людям проживать самим. Для того, чтобы они не говорили, говорим мы глупость, не глупость, проживите, попробуйте, и вы будете знать глупость, это или не глупость, и вы будете осознавать, доказывать кому-то, не доказывать. И вы, самое главное, что ваше сознание, когда оно уже знакомо с этими состояниями, оно через них видит, как создавать. И тогда то, что вы создаёте, проявляется на 100%. То есть оно не отклоняется. Другой момент, что есть какая-то ещё дельта во времени, потому что вы сами себе не верите. Вот эта дельта, она образуется неверием в себя, в свою психику. Именно неверием, пока у вас есть сомнения, вот растягивается во времени. Но вы получаете 100% результат по-любому. Поэтому, если вам вы интересны сами себе, если вам интересна ваша внутренняя суть, если вам интересен ваш внутренний мир, психический мир, если вам интересно собственное здоровье, если вам интересно в себе открывать эти знания, добро пожаловать, приходите. Вы их открываете в себе сами. Мы вам только показываем, куда двигаться. На самом деле, чем и удивителен инфодайинг, потому что мы не можем погрузиться в вас. В вас вы можете погрузиться только сами. Более того, вы можете погрузиться только в себя. И только в себе найти ответы на все вопросы. Даже если, вот мы работаем со здоровьем детей, казалось бы, мы погружаемся в ребёнка. Нет, мы погружаемся в себя. В себя, мы же в себя. А ребёнка этого мы находим в себе. Мы же не ныряем в ребёнка физически. Да. Ребёнка этого мы находим в себе. В себе меняем настройки в этом ребёнке. И оказывается, что этот ребёнок снаружи, который кажется не мы, а на самом деле он в нас, в нашей психике, он поправляется. Вот так мы работаем, господа. И поэтому, когда нам начинают задавать, мы от какого эгрегора берём энергию или ещё что-то, за счёт каких ресурсов мы работаем, у людей ещё энергия и ресурс – это одно и то же. Вот тарканы вообще такие. Нет, всё в себе. Я – это единое я. Я – это весь мир. Я – это целостное я. И когда осознаёшь в себе весь мир, тогда можешь делать любую настройку в этом мире. И сознание, оно едино. Сознание едино у всех. И поэтому, делая вред какому-то человеку, ты делаешь этот вред себе. Но если ты уделяешь человеку внимание с добрыми помыслами и заботишься о том, чтобы он чувствовал себя лучше, чтобы жизнь была краше, чтобы, 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 да, это всё случается, и ты это делаешь себе. Тогда ты становишься здоровее, тогда ты попадаешь в другие условия, и ты выстраиваешь свою жизнь целостно, гармонии с собой. И тогда ты понимаешь, если в тебе злость, то мир никак не может тебе стать добрым. Он тебе будет отражать твою злость. Вот это ты понимаешь. Просто даже не понимаешь, ты осознаёшь это, глубинно осознаёшь. И когда ты эту злость не осознаёшь себе, то даже попав на другую землю, в другую страну, ты всё равно будешь злым. Потому что в тебе эта злость бурлит. Пока ты её не осознаешь. А злость – это ресурс, ресурс силы. Вот эта целостность, а единственный осознание. Она будет требовать компенсации. Пока ты её не угомонишь в себе, она будет прорываться на тебя снаружи. Поэтому, господа, вот эти все вещи мы показываем в инфодайнинге, как это всё работает в психике, что как осознавать. И вы знаете, что те, кто начал заниматься, они имеют очень хорошие результаты в жизни, прекрасные изменения в жизни, включая по здоровью, по отношениям, по реализации, по всему. Вы идёте к гармонии. Это ваш жизненный путь. Это ваше развитие. Это развитие вашего, осознания, в котором мы тоже заинтересованы, потому что это наше сознание. Мы заинтересованы тоже, чтобы все люди развивались, потому что мы все одно «я». И очень много дают наши книги. Они именно помогают человеку, ну, скажу образно, вскрыть самого себя. Вот просто открыть себя. Итак, дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. До встречи сегодня, в 18 часов на стриме, и потом на лекции и на курсе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok